Добро пожаловать, ребята, на седьмой этап Формулы-1 на Грампли Канада. Собственно, на Канаду у меня были такие себе ожидания, поскольку этап в основном предназначен для болидов, у которых есть мощность, ну и кое-какая аэродинамика. У нас, конечно, есть какая-то аэродинамика, но скорости, как такой напрямых, у нас не особо много. То есть, ну, мощности у нас не сильно-то и много по отношению к Феррари, либо же Мерседесу. Но задача минимум была хотя бы войти в топ-десятку. В принципе, я даже прошел в третий сегмент, чего я не ожидал от себя. Ну и в третьем сегменте мне еще повезло то, что был передан Макс Ферстаппин, который меня неплохо так разогнал перед Шиканой, которую я умудрился срезать, а потом еще умудрился убраться в стенку чемпионов, по-моему, все переди на эти крыло. Но по итогу, пол позишн в Канаде на Торороса, которая, ну, никак не может, в принципе, тут так быстро ехать. Окей, это не Монако, где я смог бы удержать точно это лидерство. Тут Канада, где меня точно объедут. Да, я срезал еще в квалификации часть Шиканы, но потом все-таки убрал со стенку, поэтому не особо много я выиграл при этой срезке, согласитесь. Поэтому, да, ну и первое место на старте, что оно мне дает? Да ничего, я доеду до первого поворота. Может быть, проеду весь круг первым, но потом меня рано или поздно определит кто-то из Мерседеса, Феррари и так далее. То есть, первым я точно не приеду на подиуме, ну, желательно третьим. Если повезет, опять же, но тут никто не знает, как пойдет гонка. Также в Канаде был большой износ резины, опять же, и стратегия будет, скорее всего, в два пидстопа, что, опять же, мне не даст особо большого пространства для маневра и для удержания моей первой позиции. Стартовый шот у нас второй Юис, третий Юликлер, четвертый Ботас, пятый Феттель, шестой Ферстаппин, седьмой Перес, восьмой Строл, девятый Магнус и десятый Грожан. Так у нас выглядит топ-десятка. Вернусь к двум пидстопам, то, что у нас не особо большой темп, и по квалификации нельзя, я не интересуюсь, что у нас будет такой темп и в гонке. По крайней мере, я точно прогнозировал на то, что я вот, ну, в самом лучшем случае, буду где-то четвертым татом к концу гонки. Плюс, надо было еще доехать до первого поворота и не потерять свое лидерство или вообще там все позиции, которые можно. Самое главное было не просрать старт. Про тактику я изначально понимал, что пройдя в третий сектор, я буду ехать именно на тратике двух пидстопов. Поэтому переходим к самой гонке. Газ на красный огонь, я неплохо стартую, мне удается еще и вышить до первого поворота на первом месте, и Льюис едет за мной. Повезло то, что я доехал и более-менее нормально стартовал, как было в Монако. Но теперь надо смотреть на продолжение гонки. Вышел с тропа ворота я не очень хорошо, меня снесло, что не есть хорошо, поскольку я быстро изнашиваю тем самым свой софт, который и так не особо долго у меня будет тут жить. Собственно, старт. Позади меня Ботос и Феттель решили почему-то повернуть вправо, не знаю почему, но позади также еще и Перес сразу же ворвался в пару Ботоса и Леклера и начал уже с ними бороться, бодаться и пытаться отыграть сразу две позиции. Но Леклеру повезло, он смог отстоять свою позицию, а точнее даже Феттель перепутал, и Ботос также смог удержать свою позицию. Позади также бок о бок все продолжали ехать после Эски, но самое главное то, что нас двое продолжали ехать очень долго, это был Магнусен и Норрис, из-за чего весь пелотон позади начал потихоньку, точнее даже потихоньку очень сильно отставать, поскольку эти ребята бок о бок ехали в медленных поворотах, из-за чего всех тормозили, и по итогу Форс Инди, Феррари и так далее, мы там просто оторвались от основного пелотона. Ну и также там где-то застрял еще и Гасли. Конец первого круга, Хэммельсон проводит первую же атаку в Шикане, но у него ничего не получается, и на первом кругу я еще остаюсь лидером. Но вот на втором кругу я совершаю ошибку на выходе из первого сектора, меня сносит, и Льюис без каких-либо проблем у меня проходит. Также позади и Леклер меня тут же пытался войти, но у него ничего не вышло, я сумел остаться в вторую позицию, ну и тем самым Льюис у нас еще и успел оторваться, поскольку позади у нас начинают все бороться друг с другом. Также Ботос пользуется этим замедлением, сразу же опережает Фетеля, и уже потихоньку начинает нагонять и Леклера. Также позади за счет еще Слепстрима ехал и Перес, и потихоньку начинал нагонять Фетеля, также он попытался его атаковать, но у него ничего не вышло. Собственно, на следующем кругу уже меня Леклер пытался обойти, но не вышло, так же как и у меня противоповорот, из-за чего я поехал по зоне безопасности, и выехал, как по правилам, слева от маркера, из-за чего потерял кучу времени, и пропустил вперед Ботоса и Леклера. Ну, так же еще и Фетель потихоньку начинал тоже пытаться пролезть где-то, но у него ничего не вышло. Ботос же спокойно отыграл позицию у Леклера, и без проблем погнался за Льюисом, и, соответственно, Мерседес уже без каких-либо проблем продолжил лидировать до конца гонки на первом и втором месте. С Феррари я еще поразвлекался. Леклер я успел догнать на сартфинишной прямой, за счет Слепстрима и ДРС смог еще навязать ему борьбу в первом повороте, на более позднем торможении. Ну, а Ботос спокойно за счет этого смог от нас отъехать. Ну, и теперь остается самый главный вопрос, как долго я смогу продержать позади себя Леклера, который всячески будет меня пытаться атаковать. Ну, и в скором времени мы это узнаем. Ну, а тем временем позади меня Фетеля, также атаковал еще и Перес, и забегая чуть вперед, у них эта война будет очень и очень долго еще продолжаться, а именно до конца трассы. Также позади еще и Строл воевал с Ферстапиным, который пытался его пройти, но Строл неплохо так показывал себя и потихоньку-потихоньку превозмогал за счет того, что все-таки мотор на Мерседес стоит, и на прямых он спокойно может вытянуть против Рэдбула. Ну, а вернемся к борьбе Фетеля и Переса, которая закончилась победа для Переса в этот раз, но борьба у них только-только начинается. Также в той борьбе еще победил Ферстапиным у Строла, и уже Ферстапиным начинает атаковать Фетеля. Шпильки по внешней траектории Ферстапиным обходят Фетеля и на разгоне за счет того, что опять же он лучше вышел из Шиканы, начинает потихоньку отрываться. В этот момент позади и Строл начинает как-то пытаться интересоваться Фетелем, и у него это получается, в Шикане они проехали бок о бок, что дало Ферстапину спокойно отъехать от Фетеля и уже быть защищенным от его атак. К концу сартфинишный прямой Строл смог выйти вперед, но на торможении Фетель смог поравняться со Стролом, и уже во втором повороте за счет лучшего выхода он смог все-таки чутка вырваться вперед, но Строл по внутренней траектории пытался его во второй Шикане атаковать, но на выходе Фетель смог защитить свою позицию. Через какое-то время он догнал Переса, которого уже в тот момент опередил Ферстапин, и их борьба снова продолжилась, и причем она продолжилась уже на пидстопе. Через какое-то время Ликвер меня все-таки смог опередить обратно, я же стал за ним ехать и пытался как-то угнаться, и просто быть с ним в одном темпе. Собственно, как я и говорил, Фетель с Пересом разменялись позициями на пидстопе, за счет того, что Переса задержали, из-за того, что там ехал все-таки Фетель. Ну и за счет этого, да, вышел Фетель вперед. Передо мной после моего пидстопа воевали G19 с гражданом, которые бок о бок решили пройти Шикану, но по итогу вышли из нее очень медленно, я быстро среагировал на это, и слева прошел сразу обоих, но, к сожалению, позади меня и Ликвер был, и он тоже сразу их прошел, то есть, к сожалению, они не выиграют мне время по отношению к Ликверу, и Ликвер также после своего пидстопа выехал на софте, что означало то, что бороться у меня не будет никаких возможностей с ним, он меня рано или поздно спокойно обгонит и просто уедет. Так что попытаемся по максимуму воздержать, но до конца гонки я его точно не сдержу. Ну и, собственно, да, на обратной прямой он меня обгоняет перед Шиканой, конечно же, я понимаю то, что у меня будет возможность его еще атаковать, мне еще присутствует срезать, потому что он не оставлял мне никакого места, и да, я вышел все-таки вперед. Но на второй зоне детекции ДРС он меня все-таки обгоняет, и тут уже без поворота он меня обгоняет, я только пытаюсь за ним угнаться, держась в зоне ДРС. Потом меня догоняет еще и Ферстаппин, с которым я начинаю бороться потихоньку, но опять же борьба против Рэдбула мне пока противопоказана, потому что они все-таки идут по двигателю, у них больше мощности сейчас становится потихоньку, и на прямых мне даже сложно с ним бороться, но все-таки к первому повороту я выхожу чуть вперед, бок о бок мы начинаем с ним ехать, но на разгоне я немного совершаю ошибку, и мы остаемся с ним бок о бок, но все-таки я вырываюсь вперед, но опять же ненадолго, до ближайшей зоны детекции ДРС. И вот, собственно, очередная зона ДРС, и Ферстаппин меня без проблем обходит, и теперь моя задача просто за ним удержаться и попытаться по максимуму использовать ДРС на обратных прямых. Ну и переходим к главной части борьбы, а именно Фетталь против Рэйсинг Пойнт. Да-да, против Рэйсинг Пойнт, а не просто против Переса, потому что поначалу у них была борьба между собой, но через какое-то время к ним потихоньку-потихоньку будет подбираться еще и строл. Да, позади них ехали гонщики, которые еще не совершали своих пидстопов, также они боролись еще до своего второго пидстопа, абсолютно все гонщики ехали здесь на двух пидстопах, ни у кого не было стратегии в один пидстоп, хотя в теории ее можно было провернуть. Но возвращаемся к борьбе, где у нас Перес много ошибся на торможении перед Шеканой, что позволило Фетталю чуть-чуть поравняться с ним, но Перес все-таки смог его обойти. Через какое-то время Фетталь вернулся в позицию обратно, но обратная прямая, слепстрим ДРС и Перес вырываются снова вперед, и причем они заезжали снова в боксы. В этот раз в боксах Переса выпустили раньше, чем Фетталя, но Фетталь смог навязать борьбу после пидстопа кое-какую, даже чуть ли не въехав в отбойник при попытке опередить Переса. И потихоньку к ним начинает уже подъезжать и Строл, и на последних кругах у них борьба уже будет довольно интересной, потому что они будут кататься только втроем, и отрыв был у них довольно большой по отношению к Пелотону позади. И, собственно, начинается шоу. Перес всячески пытается атаковать Фетталя, но Фетталь каждый раз умудряется защититься. Конечно же, атаки происходили в основном в первом повороте, но и также на обратной прямой. Здесь получилась довольно зачерная атака, но во второй шикане за счет того, что был поворот в пояс у Фетталя, Фетталь вырывается вперед. Следующая атака опять же на обратной прямой, перед шиканой. Поравнялись снова. Строл в этот момент также смог подъехать еще ближе к своему напарнику и уже бок о бок пытался с ним побороться, но Перес смог разогнаться довольно неплохо по отношению к Фетталю и смог с ним поравняться. Ну и разогнался он за счет слепстрима и ДРСа. Но на выходе Фетталь оказался впереди. Опять же, Перес начинает его нагонять за счет мотора, но шикана пользуя Фетталя и все повторяется так круг за кругом почти. Ну а вот атака Переса, которая идет еще до шиканы, он без проблем проходит, и это уже был где-то предпоследний круг или даже за два круга до финиша. Да, вот это даже предпоследний круг. Фетталь пытается обойти Переса, поравнялись с ним опять в шикане, происходит нижний контакт и тут уже подъезжает к ним Строл, что по сути для Фетталя не очень, но Строл почему-то смещается позади Фетталя, хотя он мог пытаться по внешней траектории как-то вот навязать ему борьбу и начать с ним проходить бок о бок. Но Строл опускает эту возможность и дает эту возможность уже Фетталю, которую реализовывают ее на все 100 и уже во второй шикане он выходит вперед по отношению к этим двоим. Итак, борьба накаляется, поред последний круг уже, обратная прямая Перес снова атакует Фетталя еще до шиканы и его без каких-либо проблем проходит. Теперь у Фетталя будет всего лишь несколько шансов опередить Переса и на обратной прямой он смог с ним поравняться и уже в шикане бок о бок они начинают ее проходить, но, к сожалению, в этот момент уже я пересек финишную черту давно и игра просто показывает желтые флаги и мы не узнаем, чем бы эта борьба закончилась на самом деле, поскольку игра присудила пятую позицию, а точнее шестую позицию именно Фетталю, а не Пересу. Как по мнению, это надо было бы поменять и дать именно игре до конца симулировать заезд, то есть все гонщики ехали бы в гоночном режиме, пока не пересечет последний гонщик финишную черту. Ну, так было бы намного честнее по отношению к некоторым моментам, которые вот так встречаются на старт-финишной прямой. Когда игра намеренно замедляет ботов, поскольку гонка, по сути, закончилась, так как игрок пересек финишную черту, ну, что немного печально. Также у нас на последнем кругу еще умудрился сойти Кимми Райкнин. Это именно из-за него были желтые флаги на старт-финишной прямой, именно в первом повороте, потому что он сошел именно за там пару-тройку километров до финиша. То есть, ну, достаточно обидно. То есть, в прошлые разы у нас ботов страдал, в этот раз опять страдает у нас Кимми. Один из финнов все время почему-то страдает. Вот какая-то странная такая карьера получается. К слову, ботов в этот раз смог нормально финишировать на втором месте. И, как я и говорил ранее, Мерседес без каких-либо проблем выиграли данные гран-при, поскольку Феррари я умудрился сдерживать позади себя, ведь я сделал андеркат после первого питстопа, из-за чего Леклер оказался позади меня, и пришлось мне еще раз опережать. А Мерседесы были далеко-далеко впереди. Юлис даже очень довольно неплохо показывал себя, у него был довольно хороший темп, показал он быстрый круг еще за счет этого, получил лишнее очко. Ну, а Фетель, да. Ему не повезло, он был повязан борьбой Racing Point, но это борьба у них была довольно интересной, и даже до последних метров трассы, но, жаль, игра не удала посмотреть до конца, именно в гоночном темпе. Пятая позиция, как итоговая, что очень хорошо я не рассчитывал, в принципе, на такую хорошую позицию, поскольку, опять же, у нас Хонда, и мы не можем быстро ехать на подобных трассах, даже если мы вкачаем полностью аэродинамику, и уберем все по максимуму лобовое сопротивление болида, то мы быстро не поедем. Поэтому, надо будет что-то думать еще с двигателем, по ходу этого сезона, чтобы начать ехать быстро именно на прямых участках трассы, поскольку именно с ними у нас будут проблемы, потому что здесь все-таки какая-нибудь Монса, да, у нас есть возможность выкрутить на минимум аэродинамику, но это не даст прям такого большого прироста в скорости, нежели двигатель. Но им мы займемся чуть позже, пока берем пак модификации в аэродинамике, и также, я думаю, куда пристроить следующие очки, но подумал-то, что ладно, сэкономлю на Францию, посмотрим, как там пойдет, плюс надо будет заказывать две средних модификации, что займет тоже немалое количество ресурсов. На этом, ребята, все, с вами был Warhammer, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до новых встреч, пока-пока, и удачи вам.